Стол заказов на РУ-ТВ продолжается, и ко мне присоединился Денис Клявер. Привет, дорогой! Здравствуйте, дорогие, замечательные, любимые РУ-ТВ-шные телезрители. Я, Денис Клявер, сегодня пришел не один, а с подарком. О, класс! Я так рад, что у Алины сегодня такое красивое, наверное, желтенькое платье. Спасибо большое! Которое так прям мило и душевно идет относительно погоды нашей на улице. Да, Алинушка, начинай! Так, ты прям похорошел. Я хочу сначала тебе сделать комплимент, потому что ты очень сильно изменился. Нет, ты всегда, конечно, был высокий, красивый мужчина, но мне кажется, что ты прям как-то... Сейчас, подожди, вот парни, видите, какое счастье, когда... Почему, зачем ты поешь на сцене, друзья? Потому что, когда я прихожу в студию, и такие красивые девушки мне делают комплименты, ну, конечно, меня это немножко смущает, но мне это безумно приятно. Спасибо большое, дорогая, но я... Так, делись секретом. Я, конечно, комплимент сделала, но я хочу все секреты, чтобы ты раскрыл. Ты похудел, как-то прям подкачался. Что ты сделал? Почему ты выглядеть стал так? Ну, слушай, ну, во-первых, ты знаешь, я тебе могу сказать, самый главный секрет хорошего, так сказать, внешнего вида, это хорошее настроение, всегда позитивное. Ну, это первое. Второе, ну да, чуть-чуть я изменился. Спасибо моей дорогой, моей дорогой прекрасной команде. У меня супер-пиар-директор, великолепный стилист. Вдохновили или заставили? По сути, нет, сначала заставили, а потом уже я вдохновился, когда увидел... Слушай, я так давно уже в шоу-бизе, с 94-го года, и уже столько было каких-то... Если честно, у меня твой плакат висел. Когда мне было 14 лет, у меня висел твой плакат на стене. Видишь, как хорошо. Да, я знаю, сколько ты в шоу-бизе, поверь. Ну, столько реинкарнаций. Ты знаешь, я вообще всегда хотел как-то быть старше, и уже там 8-е, 9-е или 10-е какое-то творческое дыхание. Но сейчас, видимо, пришло время, когда надо измениться. Я не могу сказать, что мне это не нравится. Наверное, залог того, что как-то я неплохо сохранился, спорт, спортивный образ жизни, в принципе. Здоровый образ жизни, по тебе видно. Спасибо, дорогая. Да, всем желаю, всем советую. Если для кого-то я буду выглядеть как наглядный пример. Кстати, мы всегда даже, как вы говорите, со Стасом выступали. Да, вы всегда были примером. Мы, по-моему, одни из самых первых, кто, в принципе, стал пропагандировать фитнес в этой стране. Здоровый образ жизни, фитнес, да. Фитнес, огромное количество людей. Я вижу, что человек подходит ко мне. Понятно, я не совсем там юный, но в возрасте отлично выглядит. Девушки или мужчины подходят. Ребята, спасибо вам, благодаря вам я пошел в зал. Это круто. Да, это приятно всегда получать такие комплименты на вдохновление. На созидание. И, кстати, вот ты сказал, что команда сначала заставила. И ко мне в голову сейчас такая мысль пришла о том, что как важно правильных людей и правильную команду рядом иметь. Потому что многие пиарщики, многие агенты, они больше заискивают и говорят, какой же ты у меня самый замечательный. А когда люди правду могут сказать, так, ну-ка быстро прекращаем. Безусловно. Безусловно. Я тебе могу сказать, вообще в моей жизни есть только люди, которые говорят правду. Я люблю честных людей. И, как правило, эти люди проверяются прямо при первой встрече. Потому что если человек мне говорит кардинально другое мнение относительно моего, но мотивируя и объясняя его, конечно, я к нему прислушиваюсь, я буду его уважать. У меня прекрасный пиар директор Мариев Веденеева, у меня замечательная стилистка Юка. Спасибо вам, девочки мои хорошие. За правду. Да. Великолепный директор Игорь Звягин, который со мной. И вообще вся моя команда, и все мои дорогие поклонники, именно эти люди вдохновляют меня на новые песни, на то, чтобы я выглядел, на то, чтобы я продолжал дальше развиваться. Ну и, конечно, мои дорогие дети, любимая супруга и, конечно же, моя мама. Мы сейчас уйдем на клип, прервемся немного, а потом поговорим о твоем новом видео. Хорошо. Денис Клявер в моей студии. Совсем скоро мы посмотрим новое видео. Работа прекрасную на песню «Необыкновенная». Я думаю, что всем девочкам наверняка уже нравится название. Мне кажется, мы будем примерять эту песню на себя. Да, конечно. Потому что мы же всегда хотим считать себя необыкновенными. Каждая девушка индивидуальная, необыкновенная. Как всегда ты же не посвятил песню, признавайся. Ты знаешь, я песню посвятил, не знаю, вдохновила, наверное, она. Конечно, посвятил я эту песню всем прекрасным девушкам. Мне кажется, это правильно. И вообще вдохновляет, конечно, артиста любовь. Я еще раз хочу поблагодарить за ваше внимание, за вашу любовь, мои дорогие. И вот этот долгожданный момент по поводу клипа. Потому что мы его снимали 1 марта в Санкт-Петербурге. А сейчас уже практически какой? Сегодня 3 мая. То есть за два месяца сделали, смонтировали? Да, за два месяца. Но мне казалось, что это будет чуть-чуть быстрее. Но все мои дорогие и любимые поклонники все уже истомились. Всем же сейчас век такой очень быстрый. Вчера я снял, сегодня уже должно появиться. Завтра уже должна быть новая песня, а после завтра уже новый клип. А артиста то, что нужно пожить еще, у него там есть куча каких-то нюансов, моментов. Я уже не говорю про семью. В общем, я со своей стороны, конечно, стараюсь успевать все. Но понимаю прекрасно, что для меня самое главное все-таки это моя жизнь и личная в том числе. Семья, дети, половина, мама, друзья. Ну и, конечно же, я так пытаюсь все это на балансе держать. И творчество, и личную жизнь. Клип долгожданный, необычный для меня. Почему? Ну, ты знаешь, мы с Александром Игудином, Сашей, он режиссер этого видео, как раз думали сделать, чтобы некий такой ребрендинг. Денис Клявер 2017, я не знаю. Но по ощущению, то, что вот может быть, то, что ты заметила визуально. Со мной происходит, в принципе, да, такая некая новая волна. Не хотелось никаких историй глубоких. Хотелось просто усилить саму песню. Она такая немножко мистическая, дримовая такая, с таким романтичным настроением. И мне кажется, у нас получилось великолепное у меня, необыкновенное в клипе. Ну, о ней мы поговорим уже после, наверное, премьеры. Так что, что, я, может быть, да, или ты? Да, давай вообще запремьерим, посмотрим, а потом еще раз отсюда. Ну, я говорю, объявим. Давай ты объявляй. Мои дорогие, любимые телезрители канала РУ-ТВ, мои замечательные, дорогие поклонники, встречайте премьеру моего нового клипа, который называется «Необыкновенная». Денис, поздравляем тебя с премьерой. Спасибо большое. Это очень круто. Я хочу сказать, как представительница женского пола, что это очень сексуальный клип. Сексуальный голос с хрипотцой. И действительно, ты какой-то вот прям другой, новый Денис Клявер. Мне кажется, что это какой-то новый виток. Спасибо, дорогая. То есть я могу реально рекламировать какую-нибудь косметологическую компанию. Да, по омоложению сказать, что я принимаю какие-то волшебные эликсиры. Я пью, ну ладно, не буду. Слушай, рассказывай, кто главная героиня? Почему идея клипа такая необычная? Ну, в общем, да, по идее клипа, я говорю, мы уже обсуждали с Сашей, поскольку должна быть такая какая-то мистическая история. Как обычно у нас ситуация с героиней. У нас есть все, есть песня, есть артист, есть режиссер, нету героини. А это обычная ситуация, с этим бывают проблемы? Ну, ты понимаешь, очень как бы хочется найти, помимо визуального, еще внутреннее состояние человека. Чтобы комфортно было сниматься на площадке? Да, конечно, конечно. И так получилось, что буквально там за несколько недель я оказался на такой закрытой вечеринке, меня пригласили, и там я встретил Татьяну. Девушку зовут Татьяна Мельник. Вот, я не знал. Оказалось, что она на самом деле достаточно известный человек, помимо того, что она красивая девушка, дизайнер и модель, она еще дизайнер ювелирных украшений. И именно там был закрытый показ красоты. И, в общем, мы с Танюшей познакомились, и как-то так вот сделали селфи, что-то я ее посмотрел, говорю, мы, по-моему, так хорошо смотримся. Подходитесь вы мне Татьяна, да? Да, да, Татьяна, ну и вроде... И Татьяна, ну Татьяна, она должна, я ей тоже, слава богу, подошел, потому что Татьяна у нас серьезная девушка. Вот, и получилось очень красиво. Все, кто мои близкие, все окружение, все, кто видел, всем очень понравилось. Но теперь, конечно, я надеюсь, что наша дорогая аудитория, любимая, в принципе, для кого это дело, в первую очередь, тоже оценит, поддержит. Женской аудитории точно понравится. Я прям гарантирую. Спасибо, Алинашка, спасибо. Расскажи, вот эти вот, как это называется? Да, эффекты. Раньше помнишь трубочку? Калейдоскоп, калейдоскоп. Да, вот, калейдоскоп. Я давно не видела такого эффекта, уже вообще, наверное, в 90-е последний раз. Такая стилистика интересная. Ты знаешь, сейчас мы же у нас премьерили клип у меня на сайте, то есть на сайте, на канале, на YouTube буквально за час. Я там увидел коммент, но помимо замечательных комментов, спасибо тебе, кто писал, написал кто-то, чувак, ты застрял в 2005 году. Но это вообще для меня, это в принципе звучит очень модно, потому что, по сути, поскольку я сам из 90-х, это уже неплохо. Конец 90-х. Да, ну это реально, конечно, это 94-й, 93-й, 95-й, когда только зарождалась танцевальная культура, там такая все аскетичный вот этот монтаж через калейдоскоп, через расслоение. Мы, в принципе, и хотели сделать. Он, да, он немножко такой галециногенный получился, но мне кажется, в этом кайф, потому что там же получается, где я еду в метро, вижу на вождении этой девушки, и вот это все происходит, вот это все безобразие, которое красно-фиолетово-синевое происходит в моих фантазиях. Видимо, каких-то, не знаю, ну каких-то странных. Вот такие у тебя фантазии. Вот такие у меня фантазии, но, как мне показалось, очень стильно получилось. Стильно 100% получилось, особенно эта идея с вагоном, с поездом. Дорогие наши зрители, оставляйте ваши комментарии, пишите их, и мнения о клипе пишите, мы очень ждем. И вопросы Денису задавайте. И конструктивную критику тоже, безусловно. Думаю, мне конструктивную даже не пишите, я ее не зачитаю. Сейчас короткая реклама, а потом мы продолжим и ждем ваших сообщений. Стол заказа в прямом эфире Нару ТВ в моей студии Денис Клявер. И мы совсем недавно презентовали, мы, я уже так примазалась, мы с Денисом презентовали песню и клип, необыкновенная. В общем, уже полетели смс-ки с комплиментами. И критики нет вообще, кстати. Хоть что-нибудь пришлите для приличия, потому что одни комплименты. Очень клип понравился. Песня оседает в плейлисте моего телефона, это точно. Лера. Современный клип. Спасибо за клип. Отлично. Отличная песня. Так, тут Денис, кто занимается подбором вашего гардероба? Я уже, да, позволь отдельно. Мы сейчас это отдельно поговорим. Очень красивый мужчина, побольше бы таких певцов на сцене. Денис, клип огонь. Здравствуйте, Денис. Уважаю ваше творчество. Спасибо вам. Не планируете ли тур по городам России? Ну вот как раз давай про тур поговорим и про гардероб. Замечательно. Спасибо большое. Вы как раз вчера обсуждали с моей подругой, с Ингой из Санкт-Петербурга по поводу организации выступления моего концерта в Питере. То есть мой первый сольник состоялся в 2014 году. Назывался он «20 лет на сцене». Ну так получилось, да? Там был переходный этап от дуэта к сольному. Сейчас прошло уже больше четырех лет. И вот 12 октября БКЗ «Октябрьский», друзья, любимый родной Питер. Всех жду. Первый, где я сейчас говорю об этом анонси. И, конечно, сейчас мы формируем уже тур по осени. Потом будет Москва. С Москвой сейчас пока тоже числом определяемся. Но сначала Питер, да? Но сначала Питер. Но Питер вообще... Питер – это любовь. Конечно, это же родной мой замечательный город. Люди, очень непростой город с точки зрения... Публики? Публики в хорошем смысле это слово, что питерцы такие претензиозные, может быть... Не любят они всякую фигню. По себе я знаю. Почему? А ты какой-то... А я жила там 7 месяцев. Я очень люблю Петербург. Я знаю, что люди очень избирательные. Но это здорово. Мне кажется, как раз есть определенный уровень, от которого ты отталкиваешься. Поэтому мне кажется, это вдвойне смело еще премьериться в родном городе. Но тебя-то там любят, я же знаю. Слушай, любит-то любит, но как раз, ты знаешь, мне кажется, с близких и с родных еще больше спрос. Спрос, конечно. С не очень близкими, будем так говорить. Так что в новом виде, в новом амплуа, с новыми и старыми, конечно, песнями. Программа называется «Начнем с начала». Мы долго искали название. Мне кажется, оно очень логичное. Такой, опять же говорю, некий опыт, некий уровень, на который мы перешли. 2017-й. То, что касается стиля, стилем занимается великолепная, замечательная моя команда. Я уже говорил, но в первую очередь это Юка, стилист. Спасибо ей огромное. Потому что у нас с ней разговор такой короткий. То есть она говорит, вот это. Я говорю, а мне не нравится. Она говорит, вот это. То есть вообще никаких компромиссов. Хорошо, да. Но как-то мы находим на балансе. А что тебе не нравится, когда, например, вот Юка приносит что-нибудь? Что ты никогда не наденешь 100%, даже если будут говорить «надо»? Я могу тебе сказать так. Я человек как бы эклектичный. И поэтому, если касается… Главное, к месту, чтобы было. В принципе, не принципиально. Ну, понятно, что если есть какая-то песня… Я не хочу размениваться на какое-то дешевое состояние. Я сейчас не в плане финансов. Спасибо, Боже. Я поняла, о чем ты говоришь. Примитивность какая-то, да. Простота и примитивизм – это разные вещи. Поэтому я стараюсь со своей стороны делать доступно, но при этом стильно, качественно. Для меня это… Я такой амбициозный человек. Мне очень хочется. И ты всегда выглядишь очень достойно. Ну, спасибо, дорогая. Спасибо. В общем, знай теперь, что это не моя заслуга, а заслуга моей замечательной Юки и моей прекрасной команды. И всех тех, кто каким-то образом находит, в первую очередь, найти подход ко мне. Я же Овен, я же баран упертый. О, ты еще и Овен. Я еще и Овен. Выяснилась. Мы все, по-моему, все, по-моему, Овны. Либо Овны, либо Тельцы, либо Львы. В четвертый. Да, так что вдвойне спасибо, я говорю, моей команде за то, что они находят… Ну, это все девушки, потому что только девушки могут найти… Занимаются стилем. И занимаются стилем, и могут найти вот так плавный подход. Да, у нас, кстати, телезрительницы тоже в основном только девушки. Мы сейчас прервемся на клип, а потом продолжим. Давай. Стол заказов и Денис Клявер в моей студии по-прежнему. Денис, я знаю, что ты своих детей воспитываешь очень похоже, вот как я. Например, у меня сын в свои неполных 7 лет не знает, что такое гаджеты, он читает книги, мы не смотрим всякие вот эти игрушки. Ну, какая ты умничка. Я знаю, что у тебя тоже довольно такое вот правильное воспитание в этом плане. У меня довольно жесткое воспитание, да. Но, во-первых, в принципе, в гаджетах, конечно, ничего плохого нету, потому что я сам вырос на компьютерных игрушках, начиная с Денди там. Но у нас все равно не было такого, значит, как сейчас. Нет, у нас просто не было такого информационного хаоса, конечно. Поэтому и надо дозировать, просто нужно умничка. У меня тоже сейчас мелкому 3,5 года, он смотрит мультики, когда он кушает, в принципе, дальше он занимается, либо гуляет, либо играет, либо занимается английским, мечтая, да, доченька, ну, она взрослая девушка у нас тоже, там, под строгим руководством мамы. Сколько лет, девочки? Ну, ей скоро будет 12 уже. Ух, она уже девушка, скоро будет. Она уже девушка, да, но она, по-моему, девушка уже практически с рождения, в хорошем случае, с характером. Ну, все принцессы, конечно, да. Вот, а старший у меня, ну, вот самый старший показатель, потому что он в свои 15 лет, он у меня чемпион России по тэквондо этого года. Какой крутой ты! И только что приехал с чемпионата Европы, занял третье место, бронзу. Какой крутой ты! Ну, тут, как бы, мы что-то напряглись с мамой, все рассчитывали уже на золото. Слушай, мне очень страшно. Нет, я сочу, конечно, он молодец, Тимоха, ты умница. Я даже, я говорю, сынок, ты, как бы, я там не то, что ты, я даже в углу вот не стоял рядом, когда ты выходишь на татами. И, конечно, успехи детей всячески вдохновляют и на какие-то, я не знаю, на желание развиваться и тоже каким-то образом соответствовать в том числе. И так круто, когда вот такой дядя-конь метр восемь, метр девяносто, нет, метр восемьдесят восемь, он уже с меня ростом, да, и мы, он отрастил длинные волосы, и он говорит, пап, я тут теперь хожу с этим с ободочком. Он говорит, посмотри, он такой смотрит, здоровый, волос и с ободочком. Ну, такой прямо. Я говорю, Тимош, ну, ты знаешь, я говорю, ну, если бы ты не был чемпионом России, конечно, тебе бы дали в бубен в школе. За ободочком, да. Чувак, ну, с учетом твоих регалий спортивных, ты хоть с косичками можешь ходить и с бантиками в школе, да. Так что, конечно, да, дети, ну, и, конечно, мы для детей пример, самый главный, нельзя, нельзя их просто вот так вот доверить социуму на сегодняшний день, к сожалению. Контролировать приходится, конечно. Конечно, контролировать. Ты молодец. И ты молодец. Я молодец. Таких, как мы, на самом деле, очень мало, потому что в основном у всех глядя. Я, знаешь, я папа, я знаю, как надо, я говорю, как надо, а все равно занимается больше этим мама, ну, потому что, да, а ты, как бы, и мама, и еще воспитатель. Да, да, да. Поступки ради любви мы сегодня обсуждаем. Скажи, пожалуйста, какой самый безумный поступок ты ради своей жены совершал? Ради своей жены? Да. Ну, хорошо, можно не жены, можно не безумной. Слушай, я тебе могу сказать, любой безумный поступок, который совершал ради своих любимых, я менял кардинально свою жизнь, то есть я ее, в принципе, с одних релиз переставлял на другие, но так получалось, это было очень сложно, тяжело, но как по прошествии огромного количества лет, как показала жизнь, я делал все правильно, и все счастливы, мы сейчас с супругой живем почти 11 лет вместе, у меня растут замечательные дети, с которыми у меня прекрасные отношения и с ними, и с ее, и с их замечательными мамами, дай бог вам здоровья, спасибо за это большое, и по сути, это на самом деле не так сложно, просто тут дело зависит не от меня, а просто когда в твоей жизни хорошие люди, с ними намного все проще, так что... Хорошие люди притягивают хороших людей, поэтому это ты такой хороший. Ну, спасибо. И вообще, спасибо тебе огромное, что ты сегодня к нам приехал, я тебя жду еще. С удовольствием. Потому что я очень люблю, когда вот такие настоящие мужчины приходят к нам в студию Нару ТВ, прям вот счастливы. Денис Клявер был у нас сегодня. Спасибо, мои хорошие, спасибо сейчас огромное за то, что уделили время для меня, но всегда ваш, голосуйте на русском радио за песню необыкновенная, ну и, конечно же, Нару ТВ мне будет очень приятно, если окажусь в вашей мега-десятке или двадцатке? Двадцатке. Двадцатке, да. Ну, лучше в десятке сразу. Лучше в десятке. Спасибо. Спасибо.